В Молдове 15 ноября прошел второй тур выборов президента. ЦИК Молдовы признал их состоявшимися и озвучил предварительные итоги. В выборах приняли участие граждане Республики Молдовы из Приднестровья. К слову, второй тур, как и первый, не обошелся без нарушений их прав и провокаций. Их вновь устроили участники войны против Приднестровья. Они перекрыли дороги и не давали гражданам Молдовы, проживающим в нашей республике, попасть на избирательные участки. Как сообщает информагентство новости Приднестровья, в Варнице неоднократно разворачивали автомобили и блокировали рейсовые автобусы, таким образом нарушая права жителей Приднестровья на свободу передвижения. Супредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков назвал происходящее нарушением не только прав человека, но и соглашения о принципах мирного урегулирования Молдоприднестровского конфликта. Вопиющий случай произошел и во время беседы наблюдателей от СНГ, депутата Госдумы, Российской Федерации Артема Турова с журналистами. Пока российский депутат общался с представителями СМИ, из толпы ему в лицо кричали «Давай, до свидания! Чемодан, вокзал, Россия!» «Давай, до свидания!» «Спасибо, спасибо за гостеприимство. Нас очень хорошо встречают». «Давай, до свидания!» «Давай, до свидания!»